Воу, друзья мои, вы только посмотрите, куда мы с вами вернулись. Да, это же Рождённая Луной! Или, точнее, Рождённая Муками Луны, или Мученица Луны. В общем, вы знаете, что у Мии вечные проблемы. И поначалу я думала, что мы, наверное, на третьем сезоне остановимся. Но, с другой стороны, я соскучилась по этой вот вредной, такой вот, знаете, немножко бестолковой, но довольно милой Мии. Поэтому мы с вами продолжим. Я думаю, что сегодня мы с вами целых две серии пройдём. Если вы хотите в дальнейшем увидеть такой вот формат, то не забывайте поддерживать ролик лайком. Мне будет приятно, ну и вы как можно скорее увидите моё прохождение с нашей немного странной Мии. Ну что, у нас вторая серия с 10-ти третий сезон. Мия помогает разобраться с некоторыми ссорами. К сожалению, настоящие проблемы по-прежнему актуальны. У Мии вечные проблемы. Ну знаете, это такой вот персонаж, который, с одной стороны, классный, но иногда он такой вот, вот, надоедливая такая вот муха иногда. Ну это так вот, это я так предполагаю. Вы же знаете, я играю роль совести Мии. Иногда её нужно подкалывать, согласитесь. Иногда она это заслуживает. Глава вторая. Конфликт исчерпан. Куда мы едем? Мия собиралась поговорить с вампиром, напавшим на Тришу. В клуб, где был концерт. Он там? Да, за ним сейчас присматривает Бенни. А почему не вкус ночи? Много вампиров, ты не смогла бы с ними пообщаться. Подругу, конечно же, решили с собой не брать. Да ладно, Тришу не взяли, наконец-то додумались. Впрочем, Триша вовсе не стремилась увидеться с тем, кто хотел её убить. Он как, вообще адекватный? Ну, вполне себе. Такой же адекватный, как и ты. Чё-то меня сегодня попёрло, ребят, не удивляйтесь. Приветики. Бенни, добрый вечер. Привет. А, оставил одного. Всего на минуту. Идёмте. Спасибо, что согласился помочь. О, ну как тебе откажешь? Нам туда, в приватный кабинет. А, да-да-да, это ж клубешник. Ну, сейчас хоть посмотрим. Воу, вампир сидел смирно, но, увидев Мию и Виктора, заметно напрягся. Эм, здравствуйте. Поздороваться, промолчать? Ну, мы ж такая бой-баба, ну давайте поздороваемся. И тебе не болеть. Мне жаль, что так вышло. Верю. Мне кажется, ему нифига не жаль. Как тебя зовут? Дэрил, и я убиваю зомби. Барт сел рядом с ним. Ван Арт остался постоять. Та девушка, с которой вы были. Кто она? Не твое дело. Забудь о ней вообще. Она жива. Остальное тебя не касается. Мне действительно жаль. Виктор подал Мии фруктовый коктейль. Это Говард виноват. Обратил парня, ничего толком не рассказал, выпустил в мир. Да уж, отличился, ничего не скажешь. Виктор, если тебе интересно мое мнение... Мм? Дэрил нормальный вампир. Освоится. Бенни глянул на новообращенного, и тот энергично закивал. Я, я все сделаю, все сделаю, что нужно. Я чуть громче музычку сделаю, мы ж с вами должны слушать все, что тут происходит. Можно же без крови людей обойтись, да? Не буду пить. Это ты сейчас не хочешь. Типичная реакция молодых вампиров. Потом поймешь, что ты не человек, а голод будет все сильней. Такова наша природа. Просто надо соблюдать определенные правила. Бенни, ты решила его учить? Какой из меня наставник? И вообще я улетаю, у меня концертный тур. И я не причиню никому вреда. Ну, конечно. Скажи это Трише. Ее имя Триша? Как мне перед ней извиниться? У тебя сейчас влечение, голод. Постоянно о ней думаешь. Как-то так, да? Поэтому нельзя тебе с ней встречаться. Категорически нет, наверное. Ну, мы же должны так показать характер. Вот, стойкость надо прокачивать. Какая... Какой... Ну, что ты прокачиваешь не то. Мы же тебя хотим бой бабой сделать. Забудь. Увижу тебя рядом с Тришей. Пожалеешь. Какая злая. Ничего смешного, Бенни. Хочешь, чтобы Дэрил при встрече сорвался? Этого не случится. Дэрил. Голос Ванарта был холодным, жестким, ледяным. Это действительно не лучшая идея. Сначала тебе нужно научиться сдерживать голод. Мия, можно тебя? На минуту. Когда вышли в зал, Ванард сказал... Когда вышли в зал... Нет, подождите. Когда вышли в зал, Ванард сказал... Ла-ла-ла-ла. Я оставлю тебя ненадолго. Отвезу Дэрила и вернусь. А куда ты его? Передам Эйтану Вуду. Он князь, пусть занимается. У Мию я в неприятности попадать. В данном случае проблемы скорее у Триши. Мия, пожалуйста. Постарайся не найти новое приключение. Ну, мечтай, мечтай. Хорошо. Конечно, она не найдет. Она найдет их чуть-чуть позже, через минут пять примерно. Когда Ванард выводил Дэрила, тот бросил на Мию недобрый взгляд. Что думаешь? Ну, надеюсь, больше его не увижу. Хотел Дэрил нападать или нет? Меня не интересует. Это его трудности. У меня и без того проблем полно. Жить с жаждой крови, с голодом. Трудно, я понимаю. И пока жертвы, незнакомые тебе люди. Вам первым можно даже посочувствовать. Но когда под угрозой оказываются твои друзья или близкие, терпимость и либерализм исчезают. Бенни, ты ведь хорошо относишься к людям. И при этом спокойно говоришь о том, что Дэрил будет пить их кровь. Певец помолчал, подбирая слова. Мир суров, куколка. А мир вампиров особенно. Парню надо было питаться. Он чуть не покормился на твоей подружке. Ты злишься. Но случись это где-нибудь в Папуановой Гвинея, тебе было бы наплевать. Единственное, в чем Дэрил не прав, так это в том, что проявил себя перед человеком. Но ведь вы можете обходиться кровью животных. Ну да. А некоторые люди обходятся без мяса или специй. Разве это повод и всем остальным отказывать себе в чем-либо? Есть вампиры, живущие на донорской крови. Мы, кстати, вообще серьезно продвигаем донорство. От этого все, то все только в плюсе. А к крови напрямую зависит сила вампира. Можно себя сдерживать, конечно, но это трудно. Нужны веские причины. Мия, пойми, вампиры это не люди. Многие новообращенные стараются не убивать. Но постепенно перестают причислять себя к людям. Плюс голод. И в конце концов... Природа берет свое. Ммм, ты прав. Ну действительно, надо же не быть совсем такой дурочкой с челочкой. Просто... Жизнь тебя к такому не готовила. Точно. Я об этом не подумала. Не бери в голову. Кто знает, друг Дэрил будет пить только кровь животных. Бенни ободрююще улыбнулся. Сначала попереживает, походит к психоаналитикам, потом привыкнет. Я знаю, что говорю. Шутник, ты что, к психоаналитикам обращался? А что такого? Я что, по-твоему, камень бесчувственный? Я долго переживал становление вампиром. Девушка невольно улыбнулась. Как ты с психоаналитиком говорил об этом? Он тоже вампир? Нет, глупышка. Он человек, конечно. Я просто говорил, что стал геем. Ну, проблемы же похожи. А? Сложности с принятием себя таким, какой ты есть. Своих потребностей. Непонимание общества, необходимость что-то скрывать. Тут Мия уже от души рассмеялась. Бенни! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, как-то так, наверное, чудо, это самое. Только в твоей голове это могло просоцироваться друг с другом. И вес улыбался. А девушка с удивлением подумала, что абсолютно не понимает, шутит он или впрямь ходил к психоаналитику. Ты сказал, что у тебя скуратур. С новым альбомом по Южной Америке. Надолго? Месяц там, потом по штатам. А когда ты улетаешь? Послезавтра. Так скоро? Удачи. И все, пока, пупсик. Зазвонил смартфон Мии. Тут иногда очень громкая музыка, ребят. Я не знаю, с чем эти перепады. Может быть, вам они не слышны, но мне в наушниках это очень слышно. Алло? Ну, что там у вас? Поговорили, все хорошо. Как камень с плеч. Заедешь? Я тут для успокоения нервов вино открыла. Мия оставила недопитый бокал. Но мне компания нужна. Ну, конечно. Подруга? Привет ей от меня. Может быть, ты к нам присоединишься? И не нам там скучно? После выходных, придя утром в офис, Мия заглянула к Тревору. Подождите, а попойку нам бабскую показать? Эх. О, привет. Решила спуститься в пещеру с монстром. Девушка посмотрела на коллегу с сочувствием. Остальные боятся тебя? Ага. Ну, я их понимаю. Только мистер Боу приходит. Ему интересно. Ну, скоро тебе можно будет выйти. Как ты себя чувствуешь? Днем еще ничего. А к ночи начинают мышцы ныть. Жар, временами беспамятства. В общем, как лихорадка. Только аппетит не пропадает. Ну, это вроде бы неплохо. Знаешь, что самое обидное? О? Живу на работе. А на сверхурочное рассчитывать не приходится. Я же не пишу ничего. Голова не соображает. В подвале появился Макс. Тревор, я тебе витаминов купил. Полезно будет. Мясо в огромных количествах. Витамины. Такими темпами разорюсь. Не разоришься. Они дешевые. Фол протянул журналисту баночку с веселым песиком на яркой этикетке и глянул на Мею. Поднимемся? Привет, моя сладенькая куколка. С ним что-то не так? Откуда паника? Тревор в норме. Я тут подумал. Надо встретиться со стаей, на которую он вышел. Убедиться, что ни у кого нет взаимных претензий. Нам новые враги ни к чему. Согласна? Ну, позвонить Виктору. Да, наверное, вдвоем. К чему там Виктор будет? Ну, поедем вдвоем, конечно. Конечно. Цель встречи – переговоры. Нападать те волки не будут. Но брать с собой вампира не стоит. Ты с ним уже связался? Да, договорились на вечер. Там же в местных изделиях от Сэма. Хорошо. Но мне кажется, это глупо было, к чему туда брать Виктора, если это, как бы, знаете, такая вот терка между оборотнями. Ты уверен, что удастся пообщаться без, ну, без крови? Уверен. Иначе не брал бы с тобой тебя. С собой тебя. С тобой себя. Себя с тобой, ладно. Ванна Арту звонила. Да. И? Согласился, что его присутствие не будет способствовать мирной беседе. Конечно, я позвонила своему бывшему, а ты как думал, волчонок? Тук-тук? Заходи. Следом за Максом Мия прошла по коридору местных изделий от Сэма. Увидела Рэми и незнакомую девушку. Макс Фолл? Точно. Это Мия. Рэми. Саманта. По взгляду Рэми было непонятие, что он думает. Волчица смотрела на Мию, как на врага, потом повернулась к Максу. Ты хотел поговорить? Нам надо решить проблему. Мы не хотим раздувать ссору. Что ты называешь проблемой? Нападение на мою стаю? Именно. Только посуди сама, какие варианты были у... у тех, кто это сделал? У твоих друзей-вампиров? Ох, не очень удачное начало разговора. Сменить, перехватить, промолчать. Ну, может попробуем действительно перехватить? Эй, послушайте. Эй, послушайте. Макс говорит как есть. Я с ним общаюсь, а не с тобой. Но в ту ночь здесь была я. И Тревор, которого Лорет и Рэми бы хотели убить. Просто на всякий случай. Хотя парень не собирался причинять им вреда. Стоп. Во-первых, для ясности. Вампиры мне не друзья. Рэми посмотрел на Мию. А ей? Ну, говорить, наверное, за себя все-таки... А то как-то не вмешиваться. Тут вмешалась, там не вмешалась. Я вообще-то все еще здесь. И если есть ко мне вопросы, то мне их и задавайте. Саманта, когда мы пришли сюда, то не собирались ни с кем драться. Я предлагаю решить дело без крови. А? Да мы красавцы, мы и среди оборотней, и среди вампиров. Мия, ты прям красава. Верно? Тот неохотно кивнул. Не мы начали бой. Вампирам нечего было сюда вообще соваться. Тревор, журналист. Дали бы ему по голове, чтобы не леском. И все. Чем он был опасен? Написал бы про вас. Этого мало? Ай, ну кто бы ему поверил. Только была бы реклама вашим магазинам. Молчица со злостью ударила кулаком стену. Ррррр. Я понимаю, что ты в ярости. Но все, что произошло... Черт, идиотский, звучит. Это недоразумение. Прискорбное. Но не нужно начинать кровную вражду. Ну ладно, в знак доверия. Макс, оставь нас с Мией. Риме тоже выйдет. Макс отрицательно покачал головой, но Мия тронула его за руку и шепнула. Ну, я справлюсь. Хочешь что-то мне сказать? Пусть говорит. Когда девушки остались одни, Саманта подошла вплотную. Принюхалась. Ты не вампир. Нет. И уж точно не Ликандром. Как ты справилась с Лорет? Мне повезло. Саманта, мне все равно, веришь ли ты моим словам. Я не хочу вражды, но и вины за собой не чувствую. Мия спокойно смотрела прямо в глаза Саманте. И мир предлагаю не из страха. Молчица хмыкнула. Ну, я тебя услышала. Кто ты почему прислали девушку? Ну, давайте спросим. Мы же любопытная Варвара. Я ожидала увидеть тут мужчину. Пусть не вожака стаи, но все же... У нашего вожака нет сыновей. Ему не повезло так, как Фоллом. Но я Альфа. Я с детства дерусь и охучусь не хуже мужчин. Забочусь о всей стае. Лорет передавала тебе привет. Мне жаль, что все так произошло. Уходи. Что сказать Максу? Конфликт исчерпан. Фух. Хоть не подрались. Ты уж думаешь, сейчас морды побьют, покусают. Эдгар еще раз обдумал план и решил, что у него все шансы на успех. Тогда вампир взял телефон и позвонил. Князь, простите, что отвлекаю. Что-то важное, надеюсь? Я могу все исправить. Могу достать ее. Я все просчитал. Девчонку можно заманить в ее колледж и там убрать. Эдгар? Но... Я говорил, что сам все сделаю. Все уже делается. Князь выделил слово уже. Не высовывайся! Послышались гудки. Грязно выругавшись, Эдгар бросил телефон на диван. Я думал, мы ему сейчас прическу можем поменять. Уже в машине Макс спросил. Все хорошо? Абсолютно. Думала, будет хуже. Готова была... Да ко всему я была готова. Волки в таких ситуациях не врут. Если сказали, что не нападут или что конфликт исчерпан, значит так и есть. Ну, как скажешь. Действительно. Макс. А? А почему ваши стаи не общаются? Оборотень пожал плечами. Да как-то вот... Они в городе не так давно. Верняка, Ральф с ними скоро встретится. Твое первое знакомство получилось не слишком удачным. Ничего, разберемся. Макс приблизился и коснулся бедра девушки. Мия. Улыбнувшись от этих сторон, дотронулся до груди. О, у нас сейчас что-то будет интересное, наверное. Он прижал ее к себе, сомкнув губы настойчивым жарким поцелуем. Я хочу тебя, детка. Голос оборотней вибрировал на грани тихого рыка. В глазах читалось не просто желание, а жгучий голод. Ладонь Макса опустилась по ее спине вниз, под одежду лаская нежную кожу поясницы. Снять футбол... 26 кристаллов! Подожди, девушку мы спрашиваем. Это 6 кристаллов, а снять футболку за целых 26. Ну, что это за обдиралово? Ладно. Эх, Макс, смотри, сколько мы в тебя всаживаем. Пусть радуется. Ваш выбор повлиял на взаимоотношения. Подожди, а мы можем вообще до нуля? То есть не брать ни футболки, ничего, и все будет опять вообще френдзона? Мия стянула футболку с оборотня. М-м-м... Дразнящее касание его языка возбуждало и удоражило. Ох, сказала Мия. Ух, сказал Макс. Рассудок затуманился, Мия отдалась во власть инстинктов. Макс словно бы стал горячим ураганом. Его руки были везде и всюду. Живот, бедра, грудь, спина, плечи. По кругу. И еще. Ах, неожиданно пальцы сжались в волосах девушки, вынуждаясь сильно откинуть голову назад. Оборотень жадно покрывал поцелуями обнажившуюся шею. С-с-с-с, это что за реакция, Мия? Молнии, пуговицы, пряжка ремня. Одежда с комканным клубком полетела в сторону. когда ты уже успела переодеться волк резко повернул мию к себе спиной потянул вверх заставляя приподняться на цыпочки прогнуть поясницу жар пламенный танец страсти охвативший тело стремление быть как можно ближе постичь друг друга о да милый ласковый макс что за выборы вариантов. Но я думаю, что, наверное, ему понравится, если мы его по имени назовем. Казалось, Макс пылал, заставляя воздух дрожать от зноя. Движение до изнеможения. Ах, солнышко маленькое. Ми-ми-ми. Да, темп быстрее. Горячее дыхание, капелька пота скользнула между лопаток Мии. Взрыв, катаклизм, наслаждение Ниги обрушился на них. Время сбилось с привычного шага. Безмятежность. Волк и девушка окомнявшись, дарили друг другу трепетные поцелуи. Куда музыку дели? Тут же музыка была в тему как раз. Тешись угасающими искорками страсти. После душа Макс спросил. Есть хочешь? Слушай, пойди сгоняй там яишенку за мутином. Ну да. Тогда давай покажу, как надо поиздеваться над трупом курицы, чтобы получилась вкусная африкасе. Это что такое? Рагу. Так бы и сказал. Название какое-то пафосное. Слушай, курица умерла, между прочим. Можно и уважить птаху. По-моему, большая разница, что будет в эпитафии. Пошла на банальное рагу или скончалась ради фрикасе. Ха. Ну да. Через минуту Мия уже смеялась, творя кулинарные изыски. Как и таймила. Прям ми-ми-ми. Днем Мия позвонил Барт. Привет. Бенни, как дела? Мия, у меня очень плохие новости. Что случилось? Ты где? Лечу над Бразилией, но это не важно. Речь не обо мне. Не помню, говорил или нет, но у меня в Европе хорошие связи. Так вот, мне по секрету сообщили, что князь Азиан Хельмора отправил к нам особого вампира. Ты слышишь меня? Да. Это тип убийца. Князь обращается к нему, если нужно избавиться от серьезных врагов, например. От других вампиров или оборотней. Таких бойцов называют охотниками. Бенни, ты хочешь сказать? Цель охотника ты, Мия. Три точки, сказала Мия. Нет, черт. Когда это кончится? НИ-КОГ-ДА. Ха-ха-ха. Ну, как-то так. У нас эта серия окончена, друзья мои. Ну, мы сейчас с вами будем проходить следующую, потому что я вам уже сказала. Мы сегодня будем сейчас, наверное, по две серии действительно. Ну, кто по одной серии будет проходить? Поэтому давайте смотреть, что дальше нас ждет. Мия предстоит отправиться в путешествие. Класс! Я так люблю, знаете, такие вот описания. Мия нужно отправиться в путешествие. Отлично. В какое? Куда? Может быть, мы сейчас... А может, мы сейчас в Европу полетим? Вот прикольно было бы. Она такая махнет рукой и скажет, Макс, пока... Пока... Ммм... Виктор, все, я полетела. У меня там другие встречи. Ну, вы видите, что отношения у нее с Максом такие же. Это ля-ля-фа-фа. Ми-ми-ми. Прямо у нас такая любвеобильная барышня. Ну-кась. Глава 3. Мечты сбываются. Какие мечты сбываются? Куда они сбываются? Мия, Виктор и Макс сидели в редакции. Не считая спящего в подвале Тревора, больше в офисе никого не было. И они могли говорить свободно. Итак, мы точно знаем, кто хочет твоей смерти. Ангель Мора, старый князь из Испании. Зачем ему это? Ты же сама говорила, что влезла между ним и его жертвой у входа в вампирский клуб. Как он там... Вкус ночи, да? И только из-за этого князь из Европы отправляет киллера, а потом охотника? Ну... Я бы усомнилась. Ну, ладно, согласимся. Хотя мы знаем, что дело не в этом. Вероятно, ты прав. Виктор задумчиво сложил пальцы домиком. Вот понимаете, вот тут выбор был. И он не повлиял на ее дипломатию и так далее. А мог бы и повлиять. Вот фиг угадаешь с этим моментом. Виктор задумчиво сложил пальцы домиком. Ангель Мора очень серьезная личность. Заниматься травлей девушки ради мелкой мести? Это совершенно исключено. Тогда кто хочет меня убить? Все указывает на Ангеля Мора и охотник у него есть. Ты же сам утверждаешь, что у него нет причин. Я говорю, инцензент вкуса ночи ни при чем. Вот тут я согласна с Виктором. Тогда зачем ему моя смерть? Я же такая вот талантливая писательница. А вот это правильный вопрос. Оборотень нахмурился. Пророчество. Да, похоже. В информации об охотнике мы не сомневаемся? Насколько мне известно, у Бенни действительно много знакомых везде. Бенни не врет. И раздобыть подобные сведения вполне мог. Ничего нового мы не выяснили. Спросить у Бенни про источник. Охотник это серьезно. Наверное спросим про охотника. Более чем. Не древь, Мия. Я ему голову откушаю, пусть только сунется. О, какая романтика. Я и не боюсь. Пусть хоть сам князь приходит. Я оценил твою смелость, Пел. Только на рожон не лезь, окей? Глупости делать не собираюсь. Но и запугивать себя тоже не дам. Не дождетесь. Зубы об меня обломает. Да я ему кишки вырву. Да я ему зубы повыдергиваю. И патлы там позасовываю уши. Ой, это слишком, да? Хорошо. Вампир покачал головой. Кто-нибудь будет кофе? Нет, спасибо. Давай. Как это забавно с ними двумя сидеть. С одним, с другим лямуры были. Не вернувшись двумя стаканчиками для себя и Максами, я спросила. Чем мы можем ответить князю? Наверное, что делать сначала? А то сейчас ее устыдят. Скажут, ты что, дура, пошла против князя? Каким бы влиятельным ни был Мораева, возможности не безграничны. У него не может быть много охотников. Ну, скорее всего, охотник вообще один. Вот. Фул глотнул кофе и продолжил. Прислать на территорию этого вода толпу вампиров испанец не сможет. Чтобы не рисковать, спрячем тебя до того, как найдем этого парня. У Ангеля Мора не вышло убить меня руками человека. Девушка невольно коснулась груди там, куда попала пуля. Тогда он отправил за мной вампира. Разберемся с охотником, а дальше... Князь не остановится. Дальше поглядим. Чем мы можем ему ответить? Пока ничем серьезным. Мелкие пакости нам не помогут. А существенные проблемы устроить ему, пока он у себя дома в Испании, будет весьма затруднительно. Жаль. Для начала надо ясно понимать его цели. Убить Мию вот его цель. Виктор скептически посмотрел на волка. Нет, это только средство. Мия ему мешает. Чем-то. Девушки... Девушки... Девушки прошлась. Может быть, девушка прошлась взад-вперед по офису. Знаете, вот в эти моменты мне нравится размышление Виктора именно. То есть он хотя бы пытается как-то анализировать. Вы оба этого не скажете. Но я сама понимаю. Пока охотник в городе, мне не стоит появляться ни рядом с Тришей, ни здесь. Не так все уж плохо. Так, даже хуже. Не хочу я никого подставлять. Макс и Виктор произнесли одновременно. Поживи, Оля. Можно к моим? Мия, помолчав, ответила. Мистер Абоу, надо предупредить, что какое-то время не буду появляться. А сейчас время позволяет. Ах, к черту, надо отдохнуть, отвлечься. Угу. Днем Мия приехала в редакцию. Она собиралась немного поработать и до захода солнца покинуть город. Поэтому питомца взяла с собой. Точно, у нас же Желточек живет. Ты чего так глаза округлил? Глядя куда-то вверх, Желток спрашивал перья и вжал. Ой, там же точно, там же чучело. Угу. Ты чего? Проследив направление взгляда Филина, девушка погладила любимца по голове. Ой, не бойся, это не то, что ты подумал. Там не настоящая сова. Игрушечная. Желток успокоился, но отвернулся и на шкаф старался не смотреть. Смотрите, какая милая морда. Какой миленький. Какие у нас глазки, а как нас зовут? Знакомьтесь, Камила, это Желток. Прелесть. У меня в детстве были рыбки. Правда, они сдохли, но я вообще животных люблю. Тревор будет рад слышать. Очень смешно. Мия прошла за свой компьютер. Главное забрать все нужные вещи. Пальцы зашелестели по клавиатуре. Статья получалась плохо. Мысли вновь и вновь возвращались к Анхелю Мору и охотнику. Как бы Мия не храбрилась при Викторе и Максе, на самом деле ей было страшно. В полдень зазвонил телефон редакции. Камила сняла трубку. Вампайр лавер? Да, сейчас. Меня? Да, алло. Это Эйтан Вуд. Добрый день, Мия. Князь? Камила стала прислушиваться, и Мия заговорила тише. Чем обязана? Вам удобно говорить? Ну, скажем, наверное, что не обо всем. У нас очень дружный коллектив. Я вас понял. Не страшно. Только хотел сказать. Приезжайте в мой офис на ужин. Сегодня. Думаю, смогу найти время. Но я думаю, что отказывать, наверное, глупо, как бы было бы нам нужны все-таки союзники. Думаю, смогу найти. Вы уж постарайтесь. Поверьте, вам это нужно куда больше, чем мне. Позвольте, однако, дать совет. Поужинайте со мной, а уж потом решайте, рассказывать ли об этом кому-либо. Три точки, сказала Мия. Запишите адрес. Ну, мне кажется, это правильно. Я не знаю, Итан у меня пока не вызывает каких-то, там, отрицательных чувств. Желток дремал на сиденье рядом. Когда Макс узнает, что я поехала к Фуду, будет скандал уверенно. Но я тебя поцелую, сниму с тебя футболку, и все будет хорошо. Но тема разговора интригует. Я должна. Приезд во город Охотника и это приглашение не совпадение. Князя нужно выслушать. А перекладывать ответственность за решение на кого-то, я не стану. О чем бы не хотел рассказать мистер Вуд, он являлся главным вампиром в городе. Проявить к нему уважение было необходимо. Поэтому по пути мне решила выбрать опять подходящий наряд. Не, родная, все, даже не думай. Я на тебя тратить кристаллы уже не буду. Ну, кроме выборов. Ну, как-то так себе. Не хочу такой темный. Да это тоже как-то странно. Она идет к князю или на какую-то вечеринку. Кокетливая. Вот, ну, тоже, конечно, низ мне не очень нравится. Но давайте выберем такой вариант. Вообще-то я хотела бы ей, кстати, прическу, может, поменять уже, как бы, как бы, пора. Вполне подходит. Давай посмотрим, что у тебя вообще есть причесонок. Хотя это неплохая. Плохая. Ну, я хочу вообще посмотреть, что у нас с вами есть. Так, подожди, а у нас что уже? У нас разве пять типов было? А, да, точно, я уже что-то подзабыла. Нет, нет. Ну, я так не хочу выглядеть так тоже. Ну, вот это, конечно, был неплохой причесон. Не, ну это как-то странно. Длинное, светлое, стильное. Может быть, брюнеткой? Слушайте, мы давно не были с вами брюнеткой. Вообще, мне этот вариант нравился. Но кипарик вообще не в тему. Можно было... Слушайте, а может быть, каре? У нее, кстати, ей неплохо вот с такой вот прямой каре до плеч. Либо же, либо, либо, либо... Где она? Может, брюнеткой? Смотрите, ей неплохо брюнеткой. Давайте брюнетку выберем. По поводу бархатка. Давайте вот так. Ну, мне нравится. Согласитесь, симпатично. Вполне подходит. Мы будем ей периодически менять прически, поэтому не переживайте. Спустя некоторое время она увидела тонкое, высокое здание из стекла и стали. Ну, кажется, здесь. Кажется, шмажется. Такси остановилась у небоскреба. Мия вышла и глянула вверх. Ого! Этажей 80! Вряд ли Эйтан Вуд снимает тут помещение. Наверняка все здание принадлежит ему. Девушка направилась ко входу. Охранник пропустил ничего, не спросив, даже не поздоровавшись. Она обратила внимание, что он вампир. Интересно, днем дежурят люди? И бывает ли к ней здесь днем? И еще 33 вопроса. Внутри в просторном холле обнаружилось еще двое вампиров. Один из них, похоже, сравнивал лицо Мии с изображением на мониторе. У них есть мое фото. Впрочем, ничего удивительного. Второй провел картой пропуском по панели на лифте. На стене. Открылись двери лифта. Би-бинь! Какой нам там вообще этаж? Надеюсь, не зря я не связалась с Максом. Если что случится, он и знать не будет. А где желток? Слушайте, куда желтка дели? Она хоть с клеткой поехала, или она оставила ее... Она что, в машине оставила клетку? Эх, Мия, Мия! Так, спокойно. Какой спокойно? Я за желтка переживаю больше, чем... За твои вот эти посиделки. Никаких кнопок в лифте, но в кабине не было. Лифт управлялся с пульта охраны. Вышла девушка на верхнем этаже, прямо в кабинете Вуда. Оу, нехилый такой офис. Добрый вечер. Как добрались? Хорошо, спасибо. Мне было недалеко. Впрочем, вы же в курсе, где находится редакция? Верно. Прошу, проходите. Простите, что я не одна. А, все-таки с жутком. Молодец, красава, дай пятюню! Не расстроило? Приглашение стало полной неожиданностью. Пришлось взять его с собой. Конечно, конечно, все в порядке. Как будет удобно, чтобы я к вам обращался. Лучше по имени. Что ж, Мия, я обещал вам ужин. Благодарю, мы должны быть вежливыми. Какой дипломатии. Ну, вот, вот, понимаете, ну вот. Я голодна. Не стану вас томить ожиданием. За столом объясню, о чем хотел поговорить. А я думала, мы просто вежливость должны проявить. Ай. Это что, все? Все там, только эти самые напитки? Мия села за стол. Князь наполнил бокалы вином. Улыбнулся почти искренне. Надеюсь, вас устроит японская кухня. Да, вполне себе. Не, лучше вот это. А то я не очень как-то доверяю этим всем. Щупальцем. Что скажете? Очень вкусно. Из моего ресторана. Нанял нового шеф-повара. Вот, пробую, как готовит. А что со старым? Умер. От потери крови. Шутка. Улетел на этническую родину. Князь пригубил вино. Попробуйте еще суп. Должен быть неплохим. Девушка выразительно посмотрела на вампира. Хорошо. Известно ли вам, Мия, что у меня давние разногласия с сеньером Мора? Ну, что-то такое слово. Я не очень хочу пока врать. Я же говорю, меня он не вызывает ощущений какого-то обманщика. Интересно, от кого? Но не о том речь. Анхель Мора хочет вас убить. Вот внимательно смотрел на девушку, ожидая реакции. Ну, мы можем сейчас Бойбабу показать. Я знаю. Вот как. И про охотника, отправленного к нам, вы тоже осведомлены. Да. Отлично. Тогда продолжим. Меня в крайней степени залит прилет его охотника в мой город. И вне зависимости от того, кто цель. Не знаю, что вы не поделили с моим испанским коллегой, однако, буду рад, если он потерпит неудачу. Иначе говоря, я хочу помочь. Чем именно? Советом. Идеей. Если на время еще изнете из города, то у ваших друзей будет возможность найти охотника первыми, пока тот ищет вас. Впрочем, об этом вы, наверное, и сами могли подумать. Зато вряд ли рассматривали как вариант спрятаться в Европе. Само собой, не в Испании, это уж слишком. Слушайте, это я что, наванговала? Серьезно? В Европу? Нас отправят. Но Анхеле даже в голову не придет, что его врать где-то совсем рядом. Но, пожалуй, в этом есть смысл. Хочешь что-то спрятать? Положи на видное место. Мда. Именно так. Конечно, если вы не боитесь. А почему не улететь, скажем, в Бразилию? Да хоть в Австралию. Только в таком случае вряд ли удастся узнать о причинах столь пристального внимания Анхеля Мора к вашей персоне. В Европе можно добыть хоть какую-то информацию. Уверена, что я не знаю, чем мне угодило испанскому князю? Конечно. Не, я умен и проницателен. Значит, сам не стал бы князем. Не думаю, что идея понравится моим друзьям. Тогда, возможно, не стоит говорить им обо всех планах. Ограничитесь словами о том, что хотите спрятаться. Если решитесь, я назову вампира, которому там в Европе можно доверять. Я полечу. Итан Вуд кивнул, будто и не сомневался в ответе. Найдите Фабиена. Не факт, что он станет помогать вам. Однако, точно не будет помогать Анхеля Мора. Ох, рискованно. Ну, Вуд прав. Там я смогу что-то узнать. И не только об Анхеле Мора. Возможно, удастся выяснить больше о пророчестве. В конце концов, вампирский фольклор берет свое начало именно в Европе. Мия вздохнула. Ох, как не хочется врать. Она придется, иначе Макс не отпустит. Музыка, почему ты такая громкая? Вернувшись в редакцию и встретившись с Максом и Виктором, Мия озвучила идею. Я... Тут подумала. Может, мне стоит спрятаться еще дальше? Ненадолго уехать из Штатов? Музыка, неожиданно. Но еще после нашего визита к Говарду я предлагала тебе это. Ну... Тогда было не так опасно, я просто хотела со своим волчонком посидеть. Но раз появился охотник, теперь это действительно обрело смысл. Куда? Девушка пожала плечами. В какой-нибудь Египет. Море, тепло. Азия, скажем, Сингапур. Ой, да ну на другую планету еще предложите. Мия, лучше дальше. Не хочу в страну, где столь серьезный языковый барьер. Меня родня в Канаде. Нет. Почему? Мия? Ответить твердо. Быть обязанной еще одной стае? Я против. Мия, что за ерунда? Не думаю, что твой приезд кого-то сильно обременит. Понимаю, что вы заботитесь и беспокоитесь обо мне. Но не надо со мной обращаться, как с принцессой какой-то, невзирая на то, что я стою в юбочке перед вами. Ну, как-то так, что ли? Чего? Посадите в башню и будете сторожить по очереди или приставите охрану. И надолго? Ты в своем уме? В игры играешь? Мало пули в груди? Ведешь себя так, будто жить не хочешь? Не соглашусь с формой, но с содержанием вполне. Фол прав. Вдруг Мора когда-нибудь узнает, кто мне помогал? Макс, я не допущу, чтобы у твоих родственников из-за меня возник конфликт с князем. Ну, так может и Европа? Это шутка. Я ослышался. Там же Мора! Как вообще тебе это в голову пришло? Давайте просто обдумаем, как вариант. Спрячусь у врага под носом. Вампир и оборотень переглянулись. Ну, неплохой же план на самом деле. Мне необходимо следить за Тревором. Ванарт, ты сможешь полететь с ней? Нет, это не поможет мне спрятаться. Наоборот, привлечет внимание многих вампиров. Ну, в принципе, да. Мия, то есть, согласно плану, ты будешь в Европе, рядом с Мора, одна. Виктор на секунду задумался, а потом сказал. Ну, эту проблему можно решить. Правда? В Европе у меня есть... Хорошая знакомая. Не стоит рассказывать им о пророчестве и о твоем странном обращении, Мия. В остальном можно доверять. Впрочем, никто не станет задавать вопросы. Вот так просто? А почему нет? Откуда такая уверенность в их надежности? Они что, лично тебе обязаны? Прости, Фолл? Но это мое дело. Виктор. Ну... Почему тебе нельзя в Европу? Они же здесь будут охотника искать. Ну, Мия, ну не будь такой же ж... Такой же ж какой ты есть. Ну, шо ж такое? Давайте лучше спросим. Ты в них абсолютно уверен? Мия, я же сказал. Твои знакомые вампиры? Ну да, конечно. Ты что, дура? Какие... Каким они еще могут быть? Мне не нравится. Вампир молчал на Мии, видела, что и он еще сомневается. Макс, прошу, не упрямься. Я тебя сегодня в нотик поцелую. Девушка ждала. Фолл и Ванарт думали. Правильно. Подушится экран, ничего, все. Наконец, оборотень развел руками. Значит, решили. Да. Мия, ты полетишь в Нидерланды. Амстердам. Прекрасно! Прекрасное место! И будешь сидеть там, ни на шаг, не приближаясь к Испании. Это не было вопросом, поэтому Мия предпочла промолчать. Говорить, что при случае попробует узнать больше об Анхеле Море или о себе, она по-прежнему не собиралась. Английский язык там знают многие. С детства хотела увидеть старый свет. Мечты сбываются. Ми-ми-ми-ми-ми. Я сейчас полечу, как бабочка. Вот только не знаю, радоваться ли. Это ненадолго. Мы пока попробуем найти этого охотника. Найдем. Надеюсь, желток не слишком обременит Тришу. Ему будет лучше остаться пока с ней. Только давайте договоримся. О том, куда именно отправляется Мия, никому ни слова. Вообще никому. Ну, логично. На сборы ушло не так уж много времени. Небольшая сумка стояла у двери. Мия допивала чай. Макс, крутя в руках ключи от машины, сел рядом с девушкой. Давай поцелуемся. Знаешь, я не умею прощаться. Подожди, да как ты странно выглядишь. Давай мы тебя переоденем. Ну, что ты опять в платье полетишь? Нам нужно что-то походное такое вот. Ну, это, наверное, слишком походное. Нет, в платье точно нет. Нет, нет, нет. Нет, ну, сарафан. У нее одни платья. Может быть, вот такой вот вариант. Ну, или же футболка и ко... Вот, мне кажется, что это нормально. Серая шелковая, ирис, курточка и джинсы. Да мне уже достали курточку и джинсы. Давайте черные, кожа, наверное, у нас будет такая вот бабена. Вот это давай возьмем. Ну, практически не привлекает внимания. Три точки, сказала Мия. Он обнял ее. Поцелуй был горячим и долгим. Обязательно звони, и аккуратней там, герой. Не заставляй меня волноваться, ладно? Ты же меня еще провожать будешь, а будто уже расстаешься. Кстати, уже пора в аэропорт. Посмотрев на часы, оборотень кивнул. Да, поехали. А как же шуры-муры на прощание нет? Ну, нет, ты меня удивляешь. Амстердам встретил Мию мелким моросящим дождем, сделавшим летний день промозглым и серым. В аэропорту ждал вампир Ксандр, знакомый Ван Арта. Он привез девушку в отель, где ей предстояло жить. Мия вышла из машины, огляделась. Эх, Амстердам. Хоть и укрыто сырым покрывалом дождя, город выглядел уютно. Сразу чувствовалось, что у него есть своя душа. Будто ощущается вся более романтика старой Европы. Даже воздух другой. Вам нравится? Нравится? Город? Красивый. Вампир наметил улыбку. Здесь неповторимый архитектурный стиль. До 17 века взымался налог на ширину фасадов зданий. Он достал из багажника ее вещи и сказал. Идемте. Даже интересно, где мы жить-то будем. Девушке хотелось погулять по древним улицам, помнящим Ван Гога, Спинозу и Рембрандта. Но после перелета она была немного уставшей. Сначала душ. Виктор позвонил совершенно неожиданно. Я не успел отложить дела. Боюсь, не смогу уделить вам время в ближайшие дни. Но потом обязательно устрою экскурсию. Пока что не покидайте отель. Вас это не затруднит? Ничего. Здесь вы в безопасности, но так будет спокойнее. Всем. Ксандр учтиво открыл перед моей дверь. Залитый теплым светом холл. Благодарю. Ну, я... Вообще-то, хотела бы я... Могу о себе позаботиться? Я могу о себе позаботиться? О, стойкость! Фух, вот теперь мы с вами угадали, где у нас стойкость. Вам не стоит беспокоиться. В опеке надо мной нет необходимости. Этот отель принадлежит нам. Обслуживающий персонал люди, зарабатывающие право обращения. На первом этаже ресторан. В нем можно встретить не только гостей города. Местные вампиры тоже любят бывать здесь. Комнаты для постояльцев на верху. Я покажу. Не ходи туда, не сиди там. Не делай то, не делай это. Мия взаглянула в первую из предложенных комнат. Уютно. Ну... Неплохо. Даже несмотря на то, что пустовато. А что ты ждала в отеле? Что у тебя все будет заставлено всякими котиками, собачками и всяким завешенным хламом? Или чего? Так и надо, это же отель. Вот, 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 не знаю, что о ней сказать. Затем они прошли по коридору чуть дальше, и Александр открыл дверь. Прошу. Ух ты. Здесь здорово. Куда занести ваши вещи? Я прикупила немножко кристаллов, но что-то мне подсказывает, что номер ну никак не будет играть роли, поэтому давайте выберем уютный номер. Ну какая действительно разница? Надеюсь, вас устроит. Конечно, хороший номер. Что ж, отдыхайте. Александр. Ну давай будем любопытной сорокой-вороной. Давно вы знаете Виктора? Достаточно. А где вы познакомились? Полагаю, Ванарт сам расскажет вам все, что сочтет нужным. Дверь за вампиром закрылась. Ква-ква-ква. Мия подошла к окну, посмотрела на крыши города, проворачивала, да, проворчала, подражая надменной манере речи Ксандра. Не смогу уделить вам время. Ну и не надо. Обойдусь. Не очень-то и хотелось. С друзьями она связалась сразу, как только вышла из самолета. Ну еще давай обидимся. Разложив вещи и приняв душ, она решила спуститься в ресторан. Из-за смены часового пояса совершенно выбилась из ритма. И спать не хочу, и голова тяжелая. Кофе это то, что мне сейчас нужно. Зал оказался небольшим и уютным. Ближе ко входу сидели две пары. В углу мужчина в компании трех дам. Все вампиры, все вампиры. И все с интересом рассматривали Мию. Люди здесь столь редкие гости? Нет, вообще уютненько. Мия прошла к свободному столику. Американо. Капучино. Глессе. Веглессе возьмем. Закажи. Ну хочется же чего-то вкусного. Дождь на улице усилился. Девушка задумалась, глядя в окно на ночной мокрый город. Почему-то было очень легко представить себе охотящихся в темных переулках вампиров. Непременно в белых рубашках с кружевными манжетами, закутанных в черные плащи. С дорогими перстнями на тонких ухоженных пальцах. Молодых парней и девушек с глазами стариков. Прошу прощения. Вздрогнув, Мия повернулась к бесшумно подошедшей женщине. Это была одна из вампир, сидевших за угловым столиком. Нечасто встретишь здесь новое лицо. На правах завсегда ты этого места решила поприветствовать. Добро пожаловать в Амстердам. Меня зовут София. Мия, удобно ли устроились? Не испортила впечатление погода? Спасибо, все чудесно. Ну, давайте угостим ее. Могу ли я угостить вас кофе? Вот, мы с вами не зря кристальчиков купили. Мия приглашающим жестом указала на стул напротив. А почему нет? София улыбнулась и присела. Мия, вы американка? Да, это так заметно. Акцент. Как вам наш город? Я еще почти ничего не видела. Ничего еще не знаю. О, не беспокойтесь об этом. Непременно познакомитесь. А здесь много вампиров? Относительно. Вообще, в Европе значительно больше, чем в новом свете, конечно. Однако, это далеко не главное отличие. Остальные присутствующие по-прежнему интересовались Мией. Она чувствовала их взгляды. А что мне нужно знать? Вампирша одобрительно кивнула. Хороший вопрос, Мия. Если не хотите произвести негативное впечатление, этикет нужно знать. Из неочевидного, пожалуй, стоит отметить вот что. Будьте сдержаны. Не стоит первой заводить беседу. Дайте хозяевам этих мест себя рассмотреть. Составить о вас мнение. Дождитесь, когда они сами решат сократить дистанцию. Как это сделали вы? Правильно. Если бы вы подошли к моему столику, я сочла бы вас неделикатной и навязчивой. Также не нужно торопиться с личными вопросами. Например, мне очень любопытно, кто вас пригласил сюда, с кем из вампиров вы вводите дружбу. Однако, спрашивать об этом при первой встрече умовет он. А если я не делаю это секрета и могла бы сказать? Не стоит. Рассказывать о себе, когда вас не спрашивали, это быть... Навязчивой. Вот, я с ней согласна. Абсолютно. Абсолютно. Спросили, рассказала. Не спросили, не рассказала. Ловите... Ловите на лету. А внимательно, даже пристально разглядывать новую персону, дозволительно? Ну, для хозяев вполне. Спасибо за урок. Ерунда. Спасибо за кофе. Рада была познакомиться. Да, пожалуйста. Кушай с маслом, не обляпайся. София повернулась к своей... Вернулась к своей компании и что-то сказала. Вампиры будто утратили к ней интерес. Ну, кажется, неплохое начало. Кофе почему-то не бодрил. Наоборот, девушку потянуло в сон. Она решила вернуться в номер. Выходя из зала, Мия чуть не столкнулась с вампиром. Со знакомым вампиром. О, Мия, вы? Да ладно, у нас тут, как обычно, столкновения внезапные. А, у нас уже конец серии, кстати, между прочим. Но мы с вами неплохо так пошли по стойкости. Ну и дар крови неплохо так прокачиваем. Так, продолжаем. Серия окончена. И нас ждет уже четвертая. На одну ночь Мия решается покинуть Амстердам. И как вы понимаете, скорее всего, с ее задницей, с ней самой произойдет какая-то задница. Ну, масло масляное получилось. Но я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Мне понравилось. Мне интересно, чем закончится эта вот вообще вся история с нашей Мией. Поэтому, друзья мои, если вы хотите, чтобы наши приключения продолжались, обязательно, обязательно поддержите ролик лайком. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Потому что, ну, как же мы без вас с Мией-то будем, скажем так, жизнь устраивать. Правда? Правда. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Увидимся уже в новых выпусках очень скоро. Хорошего вам настроения, добра, позитива. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok